Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем комментировать послание апостола Павла к фессалоникийцам для библейского портала экзегет. Итак, третья глава первого послания мы с вами начинаем читать, и я постараюсь дать небольшой комментарий. И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Обратим внимание, что послание к фессалоникийцам не обращается к историческим событиям книги Деяний, лишь ссылается на них. На самом деле мы помним, что апостол Павел со своими спутниками гостит у нового, новообращенного христианина по имени Иосон. А иудеи, видя такое распространение церкви Христовой и христианского учения, которое преподносил апостол Павел, решили устроить для него такое испытание, ну и как, скорее всего, и для большинства христиан фессалоник, когда они подговаривают негодных людей, те идут на площадь, они бастуют, они говорят о том, что вот политические заявления против Кесаря делает апостол Павел, что царь Христос, а не Кесарь. То есть, опять же, используют те же самые механизмы, которые использованы были фарисеями в контексте распятия Господа Иисуса Христа, его осуждения и смерти. И вот апостола Павла отправляют в Верию для того, чтобы он был в безопасности. Но апостол Павел оставляет двух своих спутников, которые не вызывают такого негатива у окружающих. Это Тимофей и Силуан, в принципе, от лица которых и пишется данное послание. «Чтобы никто не колебался в скорбях сих, ибо вы знаете сами, что так нам суждено». Христианская жизнь не представляется радужной, абсолютно беспечальным существованием человека. Каждый человек, в том числе христианин, сталкивается со скорбями, неприятностями, болезнями и прочим, и прочим. И вообще нужно сказать, что мы все смертны. И, конечно, это стоит учитывать. Нельзя привлекать человека в плане миссионерства словами о том, что вот ты станешь христианином, перестанешь болеть, перестанешь, у тебя все наладится, и все будет хорошо. Нет. Христианство не дает таких гарантий. Христианство дает тебе возможность обратиться к своему Богу. Дает тебе возможность вернуться к Творцу. Дает тебе возможность с Ним вступить в общение. Настоящее, подлинное, глубокое. Но это не значит, что это исправит абсолютно все стороны жизни моей. «Ибо мы и тогда, как и были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделал сотчетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы. Когда вы стоите в Господе, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим». Апостол Павел любит тех людей, которых привел ко Христу. Любит деятельной любовью. Но, как и в одном из его посланий сказано, любить с нежностью. Мы видим с вами здесь очень нежное отношение Павла как отца к своим детям, как к своим возлюбленным. Вот таким образом апостол Павел использует такую риторику, аккуратную, спокойную, очень любвеобильную и мягкую. Он радуется. Мы с вами даже спустя эти две тысячи лет можем ощутить радость апостола Павла, которую он вкладывает в данное послание. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим. День и ночь всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш Господь Иисус Христос да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. Чтобы утвердить сердца наши непорочными в святыне пред Богом и Отцом нашим пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми его. Аминь. Итак, здесь хотелось бы обратить внимание на следующее. Апостол Павел хочет встретиться, хочет увидеться, хочет исполнить их радость, хочет еще преподать им о вере, проповеди, благовествовании. Обновить это. Но самое, наверное, примечательное в данном отрывке следующее. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными в святыне пред Богом и Отцом нашим пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Здесь хотелось бы увидеть следующее. Точнее, хотелось бы обратить внимание на следующее. Любовь человек приобретает только тогда, когда он может ей научиться, увидеть пример любви. И вот фессалоникийцы видят этот пример в апостоле Павле. А апостол Павел понимает, что подлинные, настоящие добродетели, как это описано в трудах отцов-аскетах, даются только Богом. Они не могут быть приобретены моим собственным желанием или каким-то движением. Они преподаются только Богом. И необходимое условие приобретения божественной благодати и непорочности в сердце — это тоже любовь. Оказывается, что этот добродетель лежит в каком-то вот здесь вот треугольнике. С одной стороны, есть пример апостольский. С другой стороны, любовь подает истинный Бог. И с третьей стороны, для того, чтобы служить искренне и истинно Богу, она необходима. На этом заканчивается третья глава. И мы видим с вами, что апостол Павел здесь ставит как бы некое окончание. Он говорит «Аминь». Для того, чтобы усилить значение этих слов. Хотя, конечно, существует мнение о том, что это послание здесь прерывается и начинается следующее письмо. Всех вас, дорогие друзья, я благодарю за внимание и желаю нам с вами Духа Премудрости, чтобы изучать тексты Священного Писания и постигать благовествование Божие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!